для сегодняшней работы я взяла старый шарик он не очень красивый он действительно старый мне надоел я буду его переделывать для этого мне понадобится самозатвердевающая глина я пользуюсь глиной das и молд силиконовый из которого я буду делать отливочки или какие-то элементы из вот этой глины самозатвердевающую массу закладываем в молд и хорошо утрамбовываем не дожидаясь высыхания молда я аккуратно его достану вот таким образом сгибаю свою форму силиконовую прихвачиваю пальчиками за краешек элемента и элемент вытягиваю из формы старайтесь работать аккуратно чтобы пальцами не сбить рельеф теперь элемент я наложу на свой старый шарик но полностью он у меня не умещается шарик у меня маленького размера возможно у вас шарики другие и посмотрю какая часть этого элемента мне подойдет но мне кажется вот таком варианте очень красиво значит вот эта часть мне не понадобится вот так я буду приклеивать свои элементы для того чтобы мы могли наш элемент приклеить на такую вот неровную поверхность я буду использовать шпатлевку обычную строительную шпатлевку которая послужит нам клеем в прошлом лайфхаке я вам показывала как можно наклеить на гладкую поверхность элемент с помощью клея pva но сегодня у нас шарик не гладкий и вот по этим рельефом мы тоже можем гладенько и красиво приклеить элемент используем строительную шпатлевку которая заполнит те пустоты которые у нас есть на шарике и вот таким образом я прикладываю свой элемент аккуратненько обжимаю шарик и мы можем оставить до полного высыхания все остальные части шарика я также обработаю этим элементом еще раз я хочу вам повторить как правильно вынуть элемент из молда сгибаем элемент сильно не стараемся его согнуть не пытаемся его практически пополам каким-то образом вывернуть наизнанку мы просто прихватываем элемент пальцами и начинаем его аккуратно вынимать из формы силикон конечно крепкий материал но если не соблюдать определенных условий то естественно и с силиконом у нас могут быть какие-то проблемы ну вот до вот этого уровня вы можете его гнуть спокойно далее я уже говорила что часть элемента у меня не вмещается поэтому я его делю таким образом но вот эту часть не выкидываю она также будет не служить для дальнейшего декора шарика теперь вот эти части которые у меня оставались от молда вы обратили внимание что молд большой мы можем использовать по частям одна часть для одного чего-то используется вторая часть используется вы можете даже заправлять с массой или гипсом только какую-то часть если вам необходим момент какой-то только от этого молда поэтому действуйте вот так как вы считаете нужным и делить его на части если вам необходимо это по декору вот мои вторые части которые остались от этого молда я также на шпатлевку буду приклеивать на свободные места на шарике почему шпатлевка повторю еще раз потому что у меня шарик не гладкий а имеет некоторый рельеф изначально и чтобы приклеить аккуратно и крепко мне надо чтобы этот рельеф эти углубления в рельефе шарика также были заполнены так вот шпатлевка и будет их заполнять вот таким образом у меня проработан весь шарик и мне осталось добавить элементы места которые свободны от декора после того как элементы на шарике высохли коричневой краской любого оттенка лишь бы это был теплый оттенок коричневого цвета умбра жженая шоколадный умбра натуральная вы можете покрасить полностью весь шарик вместе с элементами следите за тем чтобы все углубления также были прокрашены но не забиты краской шарик высох если вы обратили внимание мы пользовались коричневым цветом эта краска акриловая мы всегда пользуемся акриловыми красками и вот сейчас я тоже беру акриловую краску цвет металлик золото фирма да это фирма таир в общем то мне нравится качество этих красок тем что у них у плотная укрывистость очень легко и мягко ложатся на поверхность и яркие оттенки во первых богатая палитра вообще красок обычных а если это металлизированные такие вот сияющие металлические оттенки поэтому я беру краску таир обычную поролоновую губку мы макнули в краску золотой цвет цвет металлик отбили хорошо а палитру до полусухого состояния и легко касаясь поверхности шарика без нажима проходимся по всему рельефу оставляя вот такие следы золота на самых выступающих частях наших элементов вот и все что нам осталось это приложить бантик красивенький и может быть какой-то кисточкой украсить собственно говоря шарик готов и вопрос который может у вас возникнуть нужно ли его лакировать если хотите вы можете залакировать лакировать можно кистью акриловым лаком глянцевым поскольку поскольку у нас есть краска металлик чтобы не приглушать ее матовым оттенком лака мы используем глянцевый лак вы можете лакировать спреем лак спрей можете не лакировать совсем постольку поскольку краски очень крепкие и таировские краски мы пользуемся ими уже не первый год мы тоже столкнулись с тем что они очень крепкие укрывистые, хорошо держатся. Для созревания им тоже нужен некоторый срок, например, несколько дней, для того, чтобы они прочно вцепились в поверхность. И лакировка для таких вещей, которыми вы, собственно говоря, не пользуетесь особенно активно, вы повесили на ёлку, и всё. Не трёте мыльной водой, какими-то веществами абразивными. Поэтому лакировка не требуется. Только по вашему желанию. Субтитры создавал DimaTorzok